Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Туризм в Арцахе переживает значительный прирост. Когда и как Запад принят новую Турцию? Сувайда, Израиль, США, НАТО. Первое сухопутное нападение на сирийскую армию. Исламский халифат, созданный исламским государством, больше не будет существовать. Вице-президент США. Число жертв пожаров в Греции достигло 82 человек. Карин Абрамян выдвинула свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов Национального собрания Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. За первые пять месяцев текущего года туризм в Арцахе отметил значительный рост. Число иностранных туристов выросло на 102%. Если за первые пять месяцев 2017 года Арцах посетили 4362 иностранных туриста, то в этом году их было 8654. В беседе с Армен Пресс начальник управления туризмом Министерства культуры, молодежи и туризма Арцаха Артак Григорян сказал, что за это время здесь зарегистрировался еще один туроператор. Сейчас в Арцахе их стало 10. В этом году было открыто еще 4 гостиницы, и сейчас в Арцахе их стало больше 50. По словам Артака Григоряна, подобный рост является результатом последовательной работы. Новые политики, диверсификации турпродукта, таргетированного маркетинга. Станислав Тарасов коснулся турецко-американских отношений на фоне российских систем У-400, излагая по всем процессе развития. Политолог пишет, что покупка российских систем У-400 Турции и поставка американского истребителя в эту страну недавно вызвали большую реакцию со стороны Соединенных Штатов. Не случайно на определенном этапе США стали предлагать Турции вместо российских С-400 свою систему Патриот. Анкара согласилась, но при условии, что получит от американцев технологии, которые позволят начать совместное производство этих систем. США решительно отклонили запрос Турции о передаче технологий. И даже потребовали гарантий того, что турецкие инженеры никак не будут вмешиваться. Вдобавок, если бы Америка продала Анкаре Патриот, то эти батареи, купленные за миллиарды долларов, по окончании срока их эксплуатации, вне зависимости от того, использовались они или нет, пришлось бы вернуть Америке. Россия поступила иначе, обозначив двухступенчатый план – покупка готовой продукции и совместное производство. После этого президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Москва отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением и предложили нам довольно хорошие условия предоставления займа. Тарасов отмечает, что в результате всего этого напряглись отношения с НАТО, появились вашингтонские санкции в отношении истребителя F-35. Но Анкара не согласилась с такими аргументами и обозначила новую цель – не только покупать, но и продавать оружие, развивать свою оружейную индустрию, использовать собственные и зарубежные передовые технологии. Автор подытожил тем, что Турции рано или поздно придется сделать выбор между НАТО, Европейским Союзом и Ираном с Россией. Спустя несколько часов после сбоя военного самолета Су-22 на сирийских Голландах израильско-американская ось стала новым вызовом для Сирии и его союзников – террористическое нападение на близкую территорию района Дамаска, которое одновременно повредило 10 деревень и унесло более чем 200 жизней сирийцев. Это сухопутное нападение США, НАТО, Израиля, которое проведено Альянсом Аль-Танф, а также так называемыми террористами «Белые шлемы», с помощью которых Израиль и Иордания смогли сэкономить воду под предлогом гуманитарной помощи. Захваченный вход сирийской армии недалеко от Голланд в бассейне Ярмук определенно подталкивает израильский режим в адский круг. По словам Аль-Ахбара, более 100 даижских террористов пришли из лагеря США Аль-Тан, где их обучали американские, израильские и европейские офицеры, которые после полуночи нанесли удары по 10 деревням на северо-востоке Сувейды. Сообщается, что террористы работают по группам, состоящим из 15-20 человек. Недавние нападения на террористов из Израиля, Соединенных Штатов, Германии, Франции и даже Канады говорят об одной версии – нападения на Сувейду, нападения США, НАТО, Израиля после поражения Даиша. Однако за этой атакой сразу последовали израильские ракеты и всего через несколько часов после голландских высот сирийского самолета «Сухой», так как этот самолет атаковал Даишские позиции у бассейна Ярмук. Халифат, созданный террористической группировкой «Исламское государство», больше не существует. Подобное заявление было сделано вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом. Он также подчеркнул, что, несмотря на это, борьба против терроризма будет продолжаться. «Я с гордостью могу сказать, что «Исламское государство» скрывается и их халифат пал. Также я обещаю, что мы не успокоимся, пока «Исламское государство» полностью не исчезнет с лица земли», заявил вице-президент США. Отметим, что «Исламское государство» смогло захватить весьма значительные территории в Сирии и Ираке, объявляя на этих землях об «Исламском халифате». Число погибших в результате пожаров в Афинах достигло 82 человек, а раненых около 190. Также много пропавших без вести. Одной из возможных причин пожара является жаркая погода. Огонь быстро рассеялся из-за ветра и фактически уничтожил туристический городок Мати, где было зафиксировано большинство жертв. США предоставили Греции поисковые системы ВП-10 и Р-8А, а также беспилотные самолеты МК-9А, чтобы помочь пропавшим без вести. Президент Западной Армении Арменак Абрамян выразил глубокое соболезнование греческому народу в связи с непоправимой утратой и ущербом, причиненным пожарами в окрестности Афин. Выражает также свое сочувствие и поддержку также родственникам погибших. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию композицию Тиграна Хамасяна «Фидес Туа». Тиграна Хамасяна «Фидес Туа» Тиграна Хамасяна «Фидес Туа» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Тиграна Хамасяна «Фидес Туа».